Всем привет! Это видео про мою очередную поездку в Выборг. Даже я бы сказала внеочередную, потому что я не особо планировала. Но захотелось съездить перед Новым годом. И, собственно, 29 декабря вот я с утра еду в Выборг. Почти, как всегда, на Ласточке, которая в 9.30. Самый оптимальный вариант. Его даже уже посветлело, пока мы ехали. На вокзале тоже все как обычно. Погода в тот день была неплохая. Было не холодно, не было вообще ветра, так что гулять было приятно. Но при этом было не тепло, поэтому слякоти тоже нет. И первым пунктом программы, не особо насыщенной, была вот эта пышечная. Я давно хотела в нее сходить. И вот как раз в этот раз получилось. Там в меню есть всякие интересные пышки. Кроме стандартных, есть картофельные пышки и есть пышки с топпингами. Мы взяли разные варианты. Мне больше всего понравились картофельные пышки и с лососем тоже были неплохие. Стандартные пышки там не особо вкусные, бывают и вкуснее. И еще я попросила мне вот тут штампики поставить. Там они их на коробке ставят и на стаканы. Дальше была прогулка в сторону замка, потому что с него сняли леса, и я хотела посмотреть, как он теперь выглядит. Центр города немножко украшен, но днем это почти незаметно. Хотя какие-то кафе и магазины достаточно ярко были украшены. Это мне понравилось. Еще там была такая вот елка. И сейчас покажу сразу, как она выглядит вечером. Вечером, конечно, намного лучше, как-то более красиво, празднично и эффектно. Но пока вернемся обратно в дневное время. Здесь еще такие были надписи, что, в общем, конструкцию елку нельзя трогать. И посмотрим все-таки на замок. Замок теперь без лесов. Меня это радует. Его отреставрировали в очередной раз. И теперь можно со всех сторон на него смотреть. Я, на самом деле, очень люблю все эти виды Выборга и каждый раз рада увидеть их снова. В этот раз, кстати, еще вот такой был забавный экран с Апраксиным, где он предлагает сделать фото. Я чаю, вы с визитом к нам. Как не желаете ли со мной совместный образ живописать? Для памяти возговечной. Всегда прощу. Со мной рядом, кстати. Ну, мы не стали эту фотку покупать, потому что как-то мало в ней смысла, но в любом случае забавно. Еще мы дошли до пляжа. На пляже, естественно, никого не было. И воду, в общем-то, не видно. Но зато вот здесь такой был снежный грот. И я зашла даже внутрь, посмотрела, что оттуда видно. Ну, видно, в общем-то, то же самое, что и снаружи. Но все равно забавно. Дальше по плану было зайти на почтамт. И по пути еще мы зашли в Крендельную и взяли там Крендель на обратную дорогу, чтобы потом есть в электричке. И там, кстати, рядом появился такой вот гном с Кренделем. Раньше его вроде бы не было. Так что это такая новая маленькая достопримечательность Выборга. Находится в самом центре на Крепостной улице. Ну, а это уже, как обычно, почтамт. Он был открыт. Я вот зашла подписать свои открытки. У меня все было с собой. В этот раз у меня было несколько открыток на отправку. Я все подписала и отправляю через ящик, который находится внутри почты. Ну, еще, может, потом перед поездом что-нибудь отправлю, если захочу. Потому что заранее я посмотрела, на вокзале ящик на месте. Поэтому возможность отправить оттуда тоже будет. После почтамта всегда приятно пройти мимо библиотеки. Здесь вот даже какие-то были украшения. Мне кажется, они какие-то немного странноватые. Ну, в общем, какие есть, такие и есть. Там вот дети катаются с горки около лося. Тут еще стоит Дед Мороз и Снегурочка. И там где-то была сцена. Видимо, там какие-то проводят концерты. Ну, а у нас был еще один пункт программы. Нужно было сходить в МВидео, которое находится чуть дальше от центра. И туда мы решили пройти через парк, который находится на горке. Оттуда вот даже так видно город. Можно вдаль посмотреть. Там, кстати, были красивые деревья в снегу. Было приятно прогуляться. Хотя и тяжеловато лезть наверх. Вообще, это такие остатки фортификационных сооружений всяких. Тут вот даже есть поэта табличка. И там местами еще остались какие-то части укреплений. Такая кладка каменная. Вот здесь вот рвы, например. Ну, и, кстати, название этой горы, батарейная гора, появилось именно после создания вот этих вот укреплений. Остатки которых можно увидеть и сейчас. Вообще, эта гора, она как бы стоит на границе центра Выборга и более новых районов. За горой там уже начинается советская застройка в основном. Какие-то новые микрорайоны. В общем-то, мы туда и шли. Сходили там в МВидео, чтобы забрать свой заказ. И идем обратно. Это мы уже снова в центре. Обратно вернулись не через гору, а по другой дороге. Она была чуть подлиннее, но зато не нужно было лезть наверх. И по пути обратно я заметила вот такое место с открытки, которое у меня было с собой. И, как обычно, сравнила. Как обычно, живьем оно оказалось как-то более тоскливо, чем на рисунке. Ну, художники любят приукрасить, это понятно. И вот такой еще был Винни в окне. Мне он очень понравился. Дальше мы вернулись уже в самый центр снова. И решили в этот раз зайти в таверну на обед. Хотя там и была очередь, но мы постояли. И даже, да, попали внутрь. Правда, времени было не очень много, поэтому выбрали еду, которую не очень долго ждать. И это было примерно то же самое, что и в прошлый раз. Снова немножко закусок и супы. Я взяла суп в хлебе, в этот раз тыквенный. Но, кстати, у него был какой-то интересный вкус. Не такой типичный тыквенный суп, а что-то еще там было. Видимо, кроме тыквы. Но, в общем, мне понравилось. И потом уже стало темнеть. Как раз я ждала, когда стемнеет, чтобы посмотреть на какие-нибудь подсветки, украшения и все такое. Ну, в общем-то, что-то здесь даже вот уже светится. Не скажу, что выборг прям как-то сильно ярко украшен. Но вот на рыночной площади красивая елка. Мне она понравилась. Хотя сама елка могла быть и получше. Это, конечно, просто конус. Может быть, какая-то живая елка смотрелась бы интересней. Ну, и тут вокруг были тоже какие-то конструкции в форме елок. Такие вот из фонариков. И еще там на набережной были фонарики на деревьях. Это, конечно, всегда красиво, когда вот так идешь и ряд деревьев с подсветкой. Ну, и вот так выглядит замок издалека. Тоже у него есть подсветка купола. В сумерках это все красиво. И даже вот эта дорога в сторону вокзала выглядит неплохо. Тут есть фонари, есть деревья. И так вот в снегу все это даже как-то симпатично. Я отправляю себе вот эту открытку. Место, которое я видела как раз через ящик на вокзале. Ну, и дальше уже электричка обратно. У меня с собой не было никаких блокнотов. Я забыла взять папку. Так что просто едем и пьем чай с кренделем. Ну, а сейчас я покажу развороты, которые заполнила после этой поездки. В своем блокноте про выборг. Я распечатала фотки. Взяла штампики, которые ставила в пышечный. И визитку из кренделя. В общем-то других бумажек у меня не было каких-то из этой поездки. Так что сейчас буду оформлять с тем, что есть. Ну, и, наверное, добавлю что-то новогоднее. Какие-то бумажки. Потому что все-таки Новый год. Здесь вот у меня всякие новогодние украшения Выборга, зима. Поэтому, наверное, это будет в тему. Я планирую сделать, наверное, два разворота. Один будет условно называться дневным, другой вечерним. Потому что у меня здесь есть вот эти фотографии в сумерках и с подсветкой. Они будут отдельно. А все остальные будут отдельно. И я решила посмотреть, что у меня есть среди старых бумажек про выборг из прошлых поездок. Может быть, мне что-то здесь пригодится. Там у меня вот есть стикеры, которые я хочу использовать с кренделем и с собором. И, может быть, что-то еще найду подходящее. У меня вот есть еще, например, такие стикеры черно-белые. Я решила вырезать один. Может быть, он мне подойдет и дополнит белую бумажку со штампиком из пышечной. Потому что у меня здесь крафтовый фон и ничего белого нет. Так что два белых элемента, наверное, будет неплохо. Я еще просматриваю здесь вот путеводитель по выборгу, из которого я уже много чего вырезала. Но пока ничего не нашла подходящего. Наверное, стоит попробовать разложить для начала все элементы, которые я хочу здесь поместить. И тогда будет понятно, нужно еще дополнение или не нужно. Может быть, тут все и так будет уже плотно. На самом деле здесь можно сделать какую-то отгибающуюся страничку. Можно сделать ее из вот этой белой бумажки, например, из пышечной, чтобы открывать и туда вклеивать еще фотографии. Ну или можно разделить все это на три разворота. Хотя мне хочется вот сделать как-то лучше два, потому что на три у меня не хватит просто элементов. И будут только фотки. Это как-то скучновато. Так что буду пытаться впихнуть на два. Часть фотографий я оставила с белой рамкой. А у остальных я подрезаю углы закруглителем углов. Мне кажется, так они выглядят лучше. И вот приклеила эту бумажку со штампом из пышечной. Это была вырезка с конверта, потому что у меня с собой не было блокнота с белыми листами. И я поставила наполученный конверт и потом из него вырезала. Поэтому там с другой стороны синий фон из конверта будет. И вот все фотографии я тут раскладываю. Еще у меня есть крендель вырезанный из упаковки от кренделя. Но не знаю, может быть, он сюда и не поместится. Поэтому пока так. Просто взяла на всякий случай. Если что, отложу. И вот эта наклейка в виде буквы В, потому что это Выборг. И там буква В составлена из башни замка и из часовой башни. И герб Выборга там посередине. Я ее хочу вырезать по контуру, потому что она сейчас на самом деле там вырезана, но не полностью. И надо будет как-то так ее разместить. Может быть, поверх какой-нибудь фотографии. Ну, тут будет понятно, когда я разложу то, что мне хочется здесь использовать. Часть фотографий я уже приклеиваю, потому что понятно, где они будут. Но с какими-то я еще не определилась. Поэтому пока думаю. И на фон я хочу приклеить здесь вот эту бумажку от подарка. У меня она просто валялась на столе. Это какой-то был обрезок. И она как раз мне тут по цвету вроде подходит. И по теме что-то такое зимнее, новогоднее. Так что я приклеиваю. Скорее всего, заклеится большая часть этой бумажки, но что-то будет видно. Потому что фотографии занимают не всю площадь страницы. Что-то будет просвечивать. И я приклеиваю вот такую фотографию с башней замка. Она уже занимает большую часть страницы. Добавила стикер с собором. Это собор, которого сейчас нет в Выборге, но раньше он был. Мне кажется, он сюда подошел как-то более-менее. Приклеиваю фотографии еды из Пышечной и из Таверны. Это все у меня будет под вот этой белой вставкой. И добавила стикер в виде кренделя. Он был с белым контуром, но на белой странице как раз это не видно. И не нужно было ничего вырезать. Мне это, конечно, понравилось. Дальше подрезаю по контуру стикер. И сейчас буду пытаться его куда-то вписать. Но он явно будет на правой странице. Скорее всего, где-то внизу. И мне хочется его совместить с трамваем, но при этом, чтобы что-нибудь еще влезло рядом. Поэтому не знаю, как получится вписать. Но посмотрим. Я вот тут все перекладываю и раскладываю. Но понятно, что у меня не влезает все, что я хочу, на одну страницу. И, видимо, придется делать какую-то еще дополнительную вставку. Либо часть фоток приклеивать в зимний блокнот. Это тоже вариант. Но вот я тут приклеила на фон еще кусок упаковочной бумаги. И придумала вот так сложить пополам страницу. Ее склеить. И как раз получилась все-таки дополнительная вставка меньшего размера. И у меня получится разворот. А посередине такая вот маленькая страничка. И, наверное, вот в этом случае уже у меня влезет все, что я хотела. Единственное, теперь нужно красиво как-то все это расположить. Я решила начать с трамвая и буквы В. Мне хочется, чтобы трамвай вот так вот было видно между башнями. И при этом, чтобы эти башни были у правого края. Потому что при листании вставки, которая в середине, их будет не видно, если они будут ближе к левому краю. Короче, я приклеивала примерно как хотела. Но в итоге у меня не совсем получилось. Как-то немножко заслоняет башню замка трамвай. Но там уже не переклеить теперь. Поэтому останется так, как есть. Дальше я приклеиваю большую фотографию с замком и деревьями. Она немножко выступает. Но я с другой стороны потом подклею, может быть, какой-нибудь скотч или бумагу. Чтобы не было видно белый фон. Но это не проблема. И дальше у меня еще есть визитка из крендельной. Тоже хочется, чтобы она была видна. Но я ее приклею, видимо, вот так вот вертикально. Потому что горизонтально не получится. Потому что много фотографий. Фотографии нельзя приклеить как-то боком. Ну, по крайней мере, здесь это будет некрасиво. Так что будет боком визитка. И еще на фон добавляю снова эту бумагу упаковочную. Она как раз дополнит как-то уже другие куски той же самой бумаги. Я думаю, что сейчас я приклею все фотографии. И дальше посмотрю. Если останется место, то можно будет добавить какие-нибудь новогодние стикеры. Может быть, в виде снежинок. Или еще какие-то. Но это уже будет понятно, когда останется место. Может быть, место и не останется. И будет все уже как есть. Пока что я добавила полоску скотча на обратную сторону фотографии. И осталось приклеить еще несколько мелких фоток. Я тут закругляю углы, потому что забыла это сделать. И на двусторонний скотч сейчас их буду все приклеивать. И тут уже, в принципе, понятно, что надо будет еще чем-то украшать. Потому что место немножко будет. И сейчас я просмотрю какие-то свои запасы зимних новогодних наклеек. И, может быть, что-то добавлю. Мне вот понравилась снежинка на крафтовом фоне. И еще у меня есть такие вот снежинки на прозрачном фоне. Которые тоже здесь подходят. Я вот одну уже приклеила. И, может быть, сейчас еще какую-то добавлю. Там вот на этой вставке с другой стороны прям есть пустое место. Куда можно что-то и большое приклеить. Даже не одну наклейку, а несколько. Я вот смотрю, что по цвету мне подходит. И приклеила здесь, кроме снежинки, еще снежный шар с елочкой. Ну, а сверху приклеиваю вот такую белую наклейку со снежинкой. И туда еще что-то можно добавить. Я вот посмотрела блестящие всякие наклейки и добавила домик. Кроме наклеек я еще просмотрела запасы вырубки. И нашла такой вот глинтвейн. Тоже его добавляю, потому что мы там пили в пышечный глинтвейн. Мне кажется, что это как раз в тему. И ставлю дату штампиком в этот раз. Я решила поставить синим цветом. Потому что тут у меня все такое, в общем-то, синее. Правда, плохо пропечаталось. Поэтому я решила пропечатать плохо, но много раз. И на двух страницах поставила дату. И еще я решила здесь, может быть, надпись с Новым годом приклеить. Но как-то шрифт мне не понравился. Так что она останется на другой раз. А здесь я решила все-таки поставить еще какой-нибудь штампик. И выбрала здесь штампик декабрь. И тоже ставлю его три раза. И с этим разворотом вроде как все. Возможно, что-то я еще добавлю. Какие-нибудь наклейки, если попадутся. Но в целом там уже все заполнено. И я перехожу ко второму развороту, который планировала сделать. У меня здесь более такие вечерние и более новогодние фотографии. Поэтому я решила добавить здесь сразу какие-то новогодние бумажки. И выбрала там бумажки со снежинками. И вот здесь в середине приклеиваю такую упаковочную бумагу со штампиками. Мне нравится она по цвету. И нравится она, собственно, штампиками. Она не совсем новогодняя. Но, мне кажется, сюда вписывается тоже. И я вот добавляю здесь скраб-бумагу такую с фольгированием. Оторвала от нее лишние слои, потому что они мне здесь не нужны. И просто приклеиваю в качестве фона. Здесь у меня золотые снежинки. И такие менее золотые снежинки, но все равно с золотом. И вот у меня тут всякие фотографии снова. Есть снова с рамочками и без рамочек. Поэтому без рамочек я закругляю углы. С рамочками остаются в рамочках. И, в общем-то, здесь разворот делается довольно просто. Потому что не так много всего. Уже все понятно, где будет. Я просто приклеиваю скотч на фотки. И буду их все приклеивать туда, куда планировала. Здесь, наверное, тоже нужно будет чем-то дополнить. Какими-то, может быть, новогодними элементами. Потому что место будет позволять. Но все-таки сначала я приклею все основные элементы. Чтобы потом мне казалось, что у меня что-нибудь не влезает. А потом уже решу, что добавить. У меня здесь есть фотография меня с этой елкой. И я там держу коробку с мультипекарем, собственно, которую мы покупали в МВидео. Потому что в МВидео он был только в Выборге. Ну, а раз мы ехали в Выборг, то можно было и зайти за своим заказом. Хотя это довольно странно. Ехать из большого крупного города в более мелкий. Чтобы там что-то купить в МВидео. Но, в общем-то, почему бы и нет. Это было даже весело. И в итоге я тут добавляю пару наклеек. Одну такую девочку с елочкой. И просто надпись Волшебного Нового Года. Мне кажется, все тут вписалось. И для этой страницы я сделаю дату на механическом принтере. У меня там золотистая вололента. И я, в общем-то, выбила просто дату. И ее добавляю здесь вот так вот вертикально. Вот что в итоге у меня получилось. Мне кажется, неплохие развороты. И поездка тоже была удачной. Так что я всем довольна. И надеюсь, что в новом году тоже съезжу в Выборг не один раз. Потому что мне нравится там бывать. И всегда приятно приехать снова. Ну вот, кстати, на этом развороте хочется еще добавить, может быть, наклеек. Возможно, я так и сделаю. Что-нибудь блестящего хочется слева добавить. Ну, посмотрим. Спасибо, что посмотрели это видео. Буду рада Вашим лайкам, комментариям и подписке на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok